Всем добрый день! В этом ролике я покажу, как в домашних условиях можно проверить то молоко, которое вы привыкли покупать. Будет 5 этапов проверки. Проверим на наличие таких примесей, как мел и сода. Проверим, разбавлено молоко или нет. Есть ли в молоке крахмал. Проверим его на свежесть и проверим на наличие пальмового масла. Предположительно, мел добавляют в молоко для увеличения количества кальция в продукте. Но это не так. Истинная цель намного проще. Таким образом, производитель скрывает тот факт, что жирность молока намного меньше, чем указано на упаковке. Соду же добавляют для увеличения срока годности молока. Она не портит молочный вкус, но является вредной для желудка. Итак, как же в домашних условиях определить, есть ли в молоке мел или сода? Небольшое количество молока наливаю в прозрачную емкость. Добавляю в молоко пол чайной ложки лимонной кислоты и вливаю одну столовую ложку уксуса. Нужно понаблюдать за реакцией. Если на поверхности стали появляться пузырьки, в молоко подмешан мел. В моих образцах его нет. На наличие соды проверим, оставив молоко скисать на 48 часов и понаблюдаем, какое молоко скиснет, а какое нет. Вот что я получаю через 24 часа. Один экземпляр уже скис. А вот что я получаю через 48 часов. Все экземпляры скисли, имеют приятный кисловатый запах, консистенция как кефир. Вот такой первый экземпляр. Довольно-таки густая получилась консистенция, сыворотка выделилась. Второй экземпляр. Также видно сыворотку. И давайте посмотрим, насколько эта масса стала густой. Тоже видно, что густая масса. Кефир получился хороший. Третий экземпляр. Почему-то я здесь не вижу сыворотки, и сама масса какая-то получилась очень жиденькая. Четвертый экземпляр. Также выделилась сыворотка. Этот экземпляр скис за 24 часа. И видно, какая густая консистенция у этого кефира. В принципе, все четыре экземпляра тест прошли. Далее проверим, разбавлено молоко или нет. Разбавление молока самый дешевый способ увеличения объема продукта и самый распространенный. Как правило, его разбавляют сывороткой или обычной водой. Покажу три простых способа. Первый способ пробуем на вкус. Здесь все просто. Цельное молоко более плотное. У него ярко выраженный и насыщенный вкус. После разбавленного появится чувство, будто в продукте чего-то не хватает. Второй способ. Набираю пипеткой небольшое количество молока и капаю на ноготь. Натуральный продукт включает высокое содержание белков и жиров, поэтому капля не будет растекаться. Если же молоко торопится как бы сбежать с ногтя, это плохой признак. Скорее всего, продукт разбавлен. И третий способ. Самый показательный. Наливаю в емкость молока и добавляю медицинский спирт. Размешиваю в течение одной минуты и наблюдаю за реакцией. Если продукт не разбавленный, козьин выпадет в осадок и мы увидим характерные белые хлопья. Чем позже появляется реакция, тем больше разбавлен продукт. Этот лайфхак можно использовать только для коровьего молока, поскольку в козьем козьина нет. И первый же образец показывает продукт разбавленный, никакого осадка козьин не дал. Второй и третий экземпляр. Этот тест не проходит. Совершенно нет никакого осадка. И четвертый экземпляр меня удивил. Здесь видно, насколько много козьина в молоке. Этот продукт не разбавлен. Для наглядности, первый экземпляр – агрокомплекс. Вот так. Второй экземпляр. Вообще осадка почти нет, просто как мел на стенках остался. Ну, поскольку там никакого осадка нет. Третий экземпляр. Тоже вообще как вода вылился. Это белый медведь. И последний экземпляр. Красная цена. Видно, да? Наглядно. Козьина очень много. Проверка на наличие крахмала. Недобросовестные производители используют крахмал для того, чтобы искусственно загустеть молоко и визуально сделать его более жирным. Если молоко приобрело коричнево-желтоватый оттенок, продукт в норме. Фальсификат окрасится в сине-фиолетовые оттенки. Наблюдая за реакцией йода, меня очень удивил четвертый экземпляр. Йод в этом молоке совершенно не растекался, как в первых трех экземплярах. И мне кажется, немного появился какой-то фиолетовый оттенок. И поэтому я сделаю предположение, что в это молоко немного добавлен крахмал. Но это только мое утверждение. Теперь давайте проверим молоко на свежесть. Это сделать очень просто. С помощью обычной пищевой соды. Насыпаю небольшое количество соды в молоко и наблюдаю за реакцией. Если начинают образоваться небольшие пузырьки на поверхности жидкости, это говорит о том, что продукт начал скисать. Все мои экземпляры оказались свежими. Ну а что же касается проверки на наличие пальмового масла. К сожалению, выявить пальмовое масло в домашних условиях невозможно. Это под силу только лабораториям с задействованием газовой хроматографии. Однако беспокоиться не стоит. Качественное пальмовое масло не сказывается отрицательно на наш организм. Другой вопрос, что его часто подменяют техническим. Манипуляции же смелым крахмалом, разбавлением молока в основном грешат мелкие производители. Крупным производителям этим заниматься невыгодно. У них может выйти из строя их дорогое оборудование. Однако это не означает, что крупные производители не делают фальсификат. Они грешат в другом. Такие методы дома проверить невозможно. Например, метод, как добавление сухого молока, что само по себе запрещено техническим регламентом Российской Федерации. Безусловно, проведенные тесты в домашних условиях не гарантируют 100% качество молока. Методов фальсификации продуктов намного больше, чем методов выявления подделки в домашних условиях. Поэтому отдавайте предпочтение только проверенным производителям, внимательно изучайте состав продукта и обращайте внимание на срок годности. И кстати, а вы знаете, что сыр еще один из молочных продуктов, которые подделывают чаще всего? Его я тоже хочу проверить на натуральность. Если вам интересна эта тема, подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и все скоро тоже увидите. Ну а на этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Пока-пока, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова